Битву за небольшой участок земли жители Кировского района ведут уже 4 года. В 2010-м областной Минстрой передал этот участок коммерческой организации. Предприниматели не раз пытались начать здесь строительство. Огораживали зеленую зону высоким металлическим забором. Но на защиту вековых дубов стали местные жители. Люди собирались на митинги, перегораживали путь техники и требовали прекратить стройку. Каждую субботу мы выходили, потому что заборы, они вот вплоть даже на ту территорию, которая им, в общем-то, и не принадлежит, которую даже они не арендовали. А не вот так вот его сделали. В итоге документов у них всех не оказалось нужных, забор убрали. Строительство предприниматели пытались начать, несмотря на то, что муниципалитет разрешения не выдавал. Минстрой совместно с городской администрацией пытались разорвать договор через суд. Но суды всех инстанций встали на сторону арендатора, и участок остается в его распоряжении. Хотелось бы узнать, допустим, суды, наши суды, наши российские суды, арбитражные суды, Какие интересы они защищают? Чьи интересы они защищают? Одного человека, одной компании, богатой компании, тем более Краснодарского, одного человека, который будет здесь зарабатывать деньги, или мнение вот тысячи, десятки тысяч человек, которые здесь живут. Дубовая роща для жителей района – единственный зеленый островок в каменных джунглях. Люди сами благоустраивают и убирают эту территорию, гуляют здесь с детьми. Говорят, даже в годы войны, когда не хватало дров, ни у кого рука не поднялась пилить здесь деревья. Почему же сейчас нужно уничтожать это наследие? У нас это единственная парковая зона в нашем микрорайоне. То есть действительно выйти нам некуда. Здесь столько детишек вот на этой лужайке сделали свои первые шаги. Вот на этот маленький микрорайон у нас есть четыре гиганта, торговые гиганты. То есть не обделены? Мы не обделены, да. Торговыми гигантами мы не обделены. И еще один торговый гигант нам просто не нужен. Мнение жителей поддерживают и городские власти. Глава администрации Самары Олег Фурсов считает, зеленую зону нужно спасти во что бы то ни стало. Все мы хотим жить в цивилизованном обществе, иметь цивилизованные отношения. И когда коммерческие структуры с завидным упорством пытаются настаивать на том, чтобы вырезать вот такие прекрасные деревья, мне это непонятно. Но то, что эти интересы против города и против жителей, которые здесь проживают, это очевидно. Поэтому я думаю, что руководству магазину «Магнит» нужно очень крепко подумать на том, стоит ли вообще идти против воли жителей города, против мнения и мнения городской администрации интересов коренного населения и настаивать на том, чтобы вот срубать эти прекрасные деревья. Я полагаю, что это решение должно быть пересмотрено. Глава администрации поручил правовому департаменту и департаменту строительства и архитектуры еще раз проанализировать ситуацию. Муниципалитет может пойти на уступки коммерсантам, предоставить им другой участок для размещения магазина. Встречу с предпринимателями мэр проведет в ближайшее время. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.